Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Смотрите, какая ситуация. Свиноматка буквально сутки опоросилась, а для того, чтобы аппетит у нее появился, она лучше кушать начало, потому что после опороса бывает сутки, двое даже не ест, к идее не подходит. В идеале, конечно, ей купить БМВД и подсыпать по... Стартовый БМВД и подсыпать ей в корм, тогда она очень хорошо кушает. Вот мы сейчас как раз развели, насыпали, и вот она, видите, а то не ела целый день, не ела, утреннюю порцию не съела, вот в обед мы ей сделали с БМВД, и теперь она начинает выбирать, там что-то кушает. Что я хочу сказать по поводу кормления в период, когда последний триместр идет с упоросности, в это время поросята набирают вес, соответственно, требуется повышенное плетание. Но не всегда свинки, так как у людей, наверное, да, то нема аппетита, то ест. Одна свиноматка жрала просто сколько ни насыпь, все съедала, а это как бы выделалось. При этом у нее родилось, а вон, 11 поросяток, мы уже разделили их, и все, в принципе, одинакового размера, нет, в задохликах все нормальные. По поводу питания. И да, вот когда сейчас лактация начнется, в период лактации будет усиленно, она будет кушать, тогда надо норма, ну, если, допустим, так, норма 3 килограмма в сутки сухого корма, то так она возрастет до 7-9 килограмм. В 2-3, в 3-4 раза возрастет, зависит еще от размеров свиноматки, от размеров перватка, она не очень крупная, ну, для перватки нормальная. Если свиноматка там уже в невесу самой 250 килограмм, то, естественно, будет и это самое. Но вот эти мясные породы, у них, знаете, в чем, ну как, они скороспелые, скороспелые, но вес, допустим, 400 килограмм, тоже дюрок, он не набирает, он там, ну, да, может и наберет, ну, вообще вот так, 120-140 килограмм и все, дальше не растут. Дальше нет хода. Ну как, все зависит, конечно, мы же не чистую породу держим, а что там намешано, ну, в любом случае, надо понимать, что будет, будет, да, за 5-6 месяцев наберет собойный вес, а дальше держать нет смысла. Почему их и бьют в таком возрасте? Потому что дальше, ну, просто тупо, ну, хуже, скажем, по сравнению с тем, что до этого возраста рост перестает. А вот со свиноматкой все проще. Кстати, во время беременности мы, по большому счету, не используем БМВД. Просто на кормах. Просто, ну, только корма как? У нас дыр, ну, не дыр, так а комбикорм получается, пшеница, ячмень, по возможности там добавляем кукурузу, что там есть, если есть. Ну, в принципе, комбикорм. Соответственно, поросята рождаются нормальные. БМВД хорошо, но, опять же, все потом в копеечку влетает, если посчитать, выход будет вообще никакой. Да и, по большому счету, насколько я знаю, никто БМВД никого. На откорме, да, а уже когда свиноматка, никто. И единственное, во время лактации мы даем БМВД, это да. Чтобы она лучше кушает. И она лучше кушает, и поросятам достается все это дело. Поэтому, вот видите, она стоит, прекрасно кушает. Хотя она буквально тут, прошло тут часов 14-15 от рождения. Она в это время где-то поросится начала. Чуть позже. Чуть позже даже, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пусть ваши свиноматки привозят побольше поросятов и кормят их. Хорошо, никаких проблем, чтобы у вас не было. Спасибо. Спасибо.